Загляни, загляни вместе с нами сюда Здесь сказка живёт, вместе с нею игра Здесь тайны и искусств тебя встретят, мой друг Традиции мира станцуют вокруг Мир мифа и притчи и сказки В боющих причудливых масках Мир мифа и притчи и сказки В боющих причудливых масках Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня вы услышите сказку об африканских масках И у нас в гостях теневой театр «Учёный-медведь» И его руководитель Андрей И группа «Африканда» и её руководитель Павел Здравствуйте, Павел Здравствуйте Здравствуйте, Андрей Здравствуйте Из Африки часто привозят очень яркие маски Маски участвуют в праздниках и танцах Расскажите, зачем танцоры надевают маски? Допустим, воины, когда шли на войну Они на себя одевали маски леопардов или слонов Таким образом, они хотели к своему воинскому духу К своей силе добавить ещё и силу слона или леопарда Андрей, вы будете исполнять песню Расскажите о ней и о её смысле Это песня из маленькой страны в Африке под названием Гвинея И в ней перечисляются разные африканские барабаны Потому что в Африке очень много разных видов барабанов И барабан – это основной музыкальный инструмент Ни один танец, ни одна церемония, опять же, не обходится без барабана И вот барабаны, перечисленные в этой песне, такие Дунумба, санбан, кинкини и джемби В песне поётся Мы играем на джемби Мы играем, должны играть хорошо Мы играем на санбане Мы должны играть хорошо Мы играем на кинкини Мы должны играть хорошо Лев идёт в нашу деревню Мы должны танцевать и петь И играть очень хорошо Чтобы он нас не съел МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, а вот изготовить такие маски, какие есть у вас, это очень сложно? Ну, у нас театр, и маски изготовлены не из дерева, и не таким образом, как в Африке изготовлялись. Вот, конечно, у нас просто обозначение масок, и такие маски сделать очень просто. Можно взять картон, обычный картон. У каждого дома много коробок каких-то, из-под конфет, из-под каких-то упаковок. Вырезать, запастись канцелярским ножом, ножницами, клеем. Просто вырезать, склеить, и главное, очень красиво раскрасить. Может быть, посмотреть журналы и книжки с африканскими масками, или посмотреть какие-нибудь фильмы, вот, или спектакли. И такие маски просто посмотреть материал и сделать по этим материалам маски. И это очень просто сделать. То есть туда можно любой материал, и мочалки, да, добавить? Да, лыка, очень хорошо, вот, лыка, мочалки, траву, которая подсыхает. Вот, в деревне вот заняться нечем, можно взять сколько-то сена, и вот если к маске, к картону добавить натуральные материалы, то она от этого становится живой. Живой и очень зрелищный такой, настоящий. Спасибо. А сейчас послушайте сказку о маске. Вот, Кобзонда был совсем маленький, вообще маленький человек. Ну, человек он маленький, но у него должен быть такая маска. Вообще, каждый мужчина в их деревне имел такую маску. Каждый воин должен имел такую маску, чтобы ходить на хото, чтобы иметь силы, чтобы понимать дух и разговаривать с ним разные вещи. Вот, Кобзонда ходила, думала и решила. Я тоже хочу, сам себе деля такую маску. Пошел Кобзонда, дух лез, и говорит. Э, дух лез, дай мне, пожалуйста, что мне нужно для того, чтобы делать маску. Кобзонда, хорошо, говорит, дух лез, возьми, возьми все, что тебе нужно. Вот он взял и дал ему улитку, чтобы делать клей. Он дал ему дерево высокое, кавазинга, дал караз это дерево. Чтобы делать маску. И дал еще много разных полезных вещей. Вот Кобзонда все это взял и пошел на речку. Пришел, сел на речку. Думаю, о, а каким мне должен быть маска? Я не знаю, каким может быть мне родовой маска. Посмотрел он в речку, и тут ему дух речки говорит. Эй, Кобзонда, смотри. Посмотрел Кобзонда в речку и увидел необычную вещь. Вместо его в речке показался странный человек. О, эй, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю этого человека, потому что он видел, что в реке эта маска и его изображение. Но глаза, как у бабушки, красивее. Нос, как у дедушки, красивее. Рот, как у отец, красивее. И вообще очень похожий на Кобзонда. Хорошо. Он так и сделал. Взял, собрал. Вот. И думаю, что это такие маски теперь мне делать? И тогда к нему пришел дух барабан, тогда к нему пришел дух пляска, и к нему пришел дух песня. И говорят, Кобзонда, ты делай свою маску, тебе мы будем делать свои дела. И тогда барабан заиграл громко-гомко на всякруга. Так что все барабанили, и так барабанили целую неделю. Вот, хорошо. Потом пошла пляска, и все плясали, плясали целую неделю. Вот, хорошо. После этого запел песню. И песню пел так, что все деревни пели. И Кобзонда пели. Когда это прошло, а прошло это через целый месяц, Кобзонда увидел перед собой маску, и маска была необыкновенно красивой. Взял и одел на себе маску. Вот, что странно такое получается. Все потемнело, все пропало. И вдруг, и вдруг Кобзонда оказался в пещере. У-у-у, глухой, темный пещер. Вот только ошенья как-то плохо пахла. Вот, ошенья не пойдет. Он думал, что такое ээээ. И слышал, издалека звук барабан. Барабан, не барабан, непонятно, какой странный звук. Кобзонда пошел на звук. Пришел и видит там эту пещеру. Духи, как черпы, раскрашенные, все в одежде. Бьют своим костям себе по голове. И, в общем, не очень, у меня нормальный край. Не очень. Вот. Это обстоятельство, конечно, Кобзонда не понравилось. Он достал свой барабан и говорит, эээ, слушай, сюда садись. И вот так. Если не можете играть на барабан, то я вам больше покажу. Вот. Все сели черпы. Они сначала пугали Кобзонда, но потом пристали его пугать. И он говорит, эээ, ты слушай такой, это играй. Вот. А ты слушай такой, это играй. И сначала один, потом второй, потом четвертый, потом пятнадцатый. И все начали играть. Но очень плохо. Кобзон говорит, вы не страшны. Вообще не страшны. Если бы я вас боялся, но я вас не боюсь, потому что вы как этот, как дурак. Не можешь играть на барабан. Обидится и ушел. Пошел, 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 пошел. И слышит, а? Черпит, а дух, за ним идут. Тут, тут, их же даже побежали. Побежал Кобзонда, побежал на свет. Очень сильно испугался, что они его съедят. И вот, когда он выбежал на свет, он увидел впереди большой долин. О-о-о. Остановился. И вдруг услышит. И кто-то говорит сзади. Э, стой. Кобзонда думал, ну, что может по поводу моих африканских документов, что это не то. Вот, повернулся. А это был большой, страшный великан. Это именно из его ота, выбежал Кобзонда. Именно в нем, внутри Кобзонда путешествовал. Вот так. Кобзонда говорит, у меня все нормально, документы все в порядке. И просто нету. Вот. Хорошо. А ему великан говорит, это не нужны мне твои документы. Мне нужны, чтобы ты был у меня жертвоприношением. Вообще Кобзонда это не очень понравилось, это не пойдет. Он говорит, я так не хочу. И он вспомнил, что все, что с ним происходило, все происходило внутри этой маски. Тогда он снял свою маску и подумал, что он уже вернулся домой. Э, нет, не так. Перед ним сидели его бабушка и говорит, я Кобзонда знала, что ты такой, у меня самый умный внук. Ну, что ты такой додумался, я не понимал. Вот теперь знай, эта маска, это твой афганский телевизор. Если ты его одел, ты все, что тебе нужно, увидел. Но, слушай бабушка, бабушка, конечно, умер, но не настолько. Субтитры сделал DimaTorzok А имеет какое-то значение цвет в масках? Цвет. Очень важно. Цвет красный, это самый частый, это яркий цвет, и он символизирует силу. Потому что обязательно должна быть сила. В каждой маске дух пришел, дух вселился, и произошло вот это вот волшебство. Да. А число какое-то имеет значение? Допустим, на маске изображены три объекта, да? Это мужское число. Если два объекта изображены, то это женское число. Вот это смешение, как иероглифы, составленные смешения, объясняют там человек, который пытается это понять, и хочет понять, что там изображено. Это целая сказка, это целая книга. Маска – это целая книга, которую знающий может прочитать. Да. Есть интересные, допустим, сейчас государство называется «Кодивуар», раньше называлось «Берег слоновой кости». Они используют так называемые двойные маски. То есть два человека участвуют в этом представлении, в этом спектакле. Один человек, он является слоном. Он как бы задняя часть этого животного, которое разыгрывают люди. Его не видно, он является ногами, телом слона. Но спереди человек, он тоже одет в одеяния, в шкуры, и он несет маску, допустим, буйвола или леопарда. Таким образом, они соединяют двух духов, чтобы еще больше усилить качество того, что для него необходимо. То есть взять себе эти качества, этих животных. Самое главное, что маски используются, и вот эти танцы ритуальные, используются для того, чтобы предсказать те события, которые должны быть. Помочь им. Помочь этим событиям случиться. Да, осуществить. То есть этот спектакль, который разыгрывается для того, чтобы поменять ту реальность, этот мир, который происходит. То есть чтобы в засушливое место пришел дождь. Чтобы выиграть войну. Чтобы прошла эпидемия, потому что болезнь тоже большая проблема. Или успешная охота. Или успешная охота, да. Спасибо. Пожалуйста. А сейчас время задания. Дорогие друзья, придумайте свою сказочную, необыкновенную маску и историю о ней, и присылайте нам. И на этом мы прощаемся с вами. До свидания, Андрей. До свидания, Павел. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»